500 гривен за тонну. За такие деньги мэр одного из городов Хмельницкой области согласился принимать отходы из Львова. Но, как оказалось, половина этой суммы достанется фирме-посреднику. В мусорных махинациях разбирались наши корреспонденты. Договор между Львов спецкоммунтранцами, коммунальщиками из Староконстантиново был подписан еще в феврале. Тогда в нем было всего две стороны, и мусор принимали по 350 гривен за тонну. Буквально месяц назад в договор вписали фирму-посредника, и цена выросла. Теперь за тонну отходов львовяне заплатят уже 500 гривен. Из них больше половины, как указано в документах, за некое содействие в беспрепятственном проезде мусора и за привлечение представителей национальной полиции, то есть, по сути, за охрану ценного груза, пишут на сайте наши гроши. Сами же представители фирмы уточняют, дескать, намерены инвестировать в реконструкцию мусорного полигона. Чтобы тут был нормальный забор, чтобы стояли весы, чтобы приезжали машины, чтобы все знали, сколько это все принимается. Чтобы тут было отсортировано, как положено, сметка. Мы хотим привести его в порядок. По данным сайта наши гроши, соучредитель фирмы-посредника ранее работал в избирательном штабе мэра Староконстантинова Николая Миленчука. Впрочем, последний своей дружбы с руководителем компании не отрицает и говорит, вообще согласился утилизировать мусор только из желания помочь рвовянам. Львов из больших политических и других стал руководителем экологической безопасности львовян. Я, как и львовяне, я патриот Украины. И львовяне не могут быть руководителем политических интриг или уподобаний мэров. По нашим данным, еще прошлым летом утилизация тонны львовского мусора в Киеве обходилась в 110 гривен. В апреле львовский мэр Садовы предлагал одесситам забрать отходы по цене 300 гривен за тонну. Утилизация в Староконстантинове по 500 гривен за тонну – это пока рекорд. Мы хотели выяснить, зачем Львов спецкоммунтрансу платить почти половину от суммы фирмы прокладки. Но там сегодня от комментариев отказались, сообщили руководство в командировке. А тем временем полиция засекла очередные 15 фур, которые выгрузили мусор прямо на обочине дороги Украинка-Обухов. Правоохранители выяснили, 20 тонн отходов везли из Львовской области. Машину отправили на штрафплощадку. Ну а улицы Львова по-прежнему топают в мусоре уже в буквальном смысле. После обильного ливня дождевыми потоками его разнесло по дворам, детским площадкам и тротуарам. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер.